Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Помните, в прошлом выпуске я говорил о том, что позапрошлая неделя оказалась какой-то очень тихой и спокойной в мире политики. Что-то я перегнул в мире политики. Скорее в мире идиотов, которые пытаются заниматься политикой. Так вот, это всего лишь было затишем перед бурей фееричного тупизма. Отжигали по полной, ближе к теме. Не так сели? Десантники США разбили три бронетранспортера Хамви при выброске. 173-я воздушная десантная бригада США понесла потери на недавних учениях в Германии. Как пишет Фокстрот Альфа, во время маневров три сброшенных с самолета джипа Хамви отцепились от парашютов и разбились в дребезги. Летят утки. Летят... Господи, эти люди высаживались на луну. Богато жить не запретишь, с жиру бесятся. Бомбят условного противника высокоточными джипами. В следующий раз, наверное, будут высокоточно сбрасывать F-35 и танк Абрамс. Краш-тест немецкой земли, так сказать. Зря смеетесь, такая на голову жахнет, совсем мертвый будешь. А если мимо жахнет, тоже умрешь от чрезмерной ржачки. Да ладно, главную задачу-то выполнили. Быстро приземлились и не попали под обстрел. Десантирование можно считать условно состоявшимся. Я бы даже сказал успешным. Судя по тому, как ржет оператор, снимающий все это фуфло. Да, самая мощная армия в мире. Ладно, одну расхреначили в дребезги. Ну, с кем не бывает. Но три хамви, а если быть точнее, уже в хламви, в мир на это время, это еще нужно уметь. А если, не дай бог, война? Полковник, как у нас дела в войне с Россией? Какие потери? Генерал, мы потеряли три джипа. Неплохо, неплохо, полковник. А какие потери у России? Генерал, Россия пока еще не пришла на войну. Просят немного подождать. У них там провод и гулянка, ну, сами понимаете. Эх, десантники хреновы. Я не удивлюсь, если весь этот хлам потом помпезно подарят украинским военным. Нет, продадут в кредит. Те еще спасибо скажут. Жалко, Петр Алексеевича там не было. А то бомбу сам их хватал. Мое, мое. Эх, американцы, а еще про нас что-то говорите. Чья б корова мычала. Взгляните-ка лучше на себя, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, может быть у нас есть какие-то проблемы в армии. Хотя операция в Сире говорит об обратном. Но до этих исключительных кретинов нам еще очень далеко. Поехали дальше. В ходе слушаний в Комитете по делам вооруженных сил в Сенате США один из генералов армии Соединенных Штатов Лори Робинсон назвала Россию самой большой угрозой. Я смотрю, у кого-то пластинку заел. Заколебали, честное слово. Они там сговорились, что ли? То мы главная угроза, то не главная. Так и вижу этот разговор в овальном кабинете у черного властелина. Так, Кэрри, ты завтра скажешь, что Россия не главная угроза. А вторая. А ты, Кирби, послезавтра скажи, что главная. А на третий день я скажу, что России даже в списке нет. Вот. Сарай Обамыч, то есть барак. А на кой хрен мы это делаем? Это суперстратегия. Так мы понижаем самооценку России. Ой, господа американские вояки. После вашей фееричной высадки в Германии вы лишний раз доказали всем, что вы не только главная угроза всему миру, но и самим себе. Более того, для вас, наверное, угроза даже любые острые углы, электроприборы, я не знаю, чайник, утюг, тостер и любые мелкие предметы. Умоляю, не трогайте все это. Целее будете. И да, мы главная угроза. Этого только полный идиот не поймет. Так что не тычьте в медведя палкой. Звездно-полосатая задница целее будет. Или открою вам секрет. Купите оружие у незалежной, которое каждый день побеждает российскую армию. И перемога вам будет обеспечена. Петр Алексеевич подтвердит. Он сейчас где-то там, на дальневосточных рубежах. Президент США Барак Обама заявил, что главной угрозой для западных стран являются террористические организации ИГИЛ и Аль-Каида, запрещенные в России организации. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild. Это уже не смешно, честное слово. Я вообще-то пошутил, когда говорил, что Обама даже в список нас не внесет. Походу, сам того не понимая, я слишком много знаю. А может все, что я говорю, сбывается? Та хрень собачья. Ну, на досуге проверю. Ладно, ближе к теме. Вот уроды! Мало того, что понизили нас в рейтинге угроз, так еще и в список не внесли. Какого хрена? Вообще за базар свой не отвечают. Балабулки исключительные. Ну ладно, посмотрим, что завтра скажут. Может все изменится. Дальше. Латвия увеличила сумму ущерба от советской оккупации со 185 миллиардов до 300 миллиардов евро. Был нанесен ущерб окружающей среде, демографии. После восстановления независимости мы также продолжали нести огромные убытки. Из этого и получается сумма в 300 миллиардов евро, если не больше. Но эта сумма еще может меняться. Цитирует РИА Новости заявление главы комиссии по подсчету ущерба от советской оккупации Руты Пасдерре. Ага, каждому. Сейчас. Не, ну я понимаю, если 185 миллиардов евро за так называемую оккупацию, лишь бы просто уже заткнулись. Но 300, это как говорится, жадность фраи разгубила. В данном случае фрау, как ее там Руты Пасдеры. Да вы вместе со всей Прибалтикой столько не стоите. Да и нельзя вам столько бабла. Испортят они вас. В жизни такую охрененную сумму не видели. А как увидят, так сразу ногами вперед. Не дадим. За вас же волнуемся. Вы бы лучше молчали в тряпочку. Если мы выставим счет за содержание Прибалтов во времена СССР, то вам придется, господи, не дай бог, возвращаться обратно. И когда все человечество покинет этот бренный мир и отправится на небеса к Создателю, то вам придется остаться на земле и отрабатывать свой долг за советское содержание. Лучше всех жили в СССР. Вышли из состава богатыми. Все просрали. Теперь виноваты мы. Короче, госпожа Пасдера, не паздерьте мне тут. И лесом, лесом. Латвия разрешила России ограничиться извинениями за советскую оккупацию. Ну, слава тебе, Господи. А то я уже побежал в банкомат платить свою долю из общей суммы. Слышите, да? Да, просто просят извиниться. Ща организуем. Где Хиджакова, когда она так нужна? Просто она у нас спец по этим делам. Так сказать, посол извинений. Прибалты совсем сбриндели. Ну, по крайней мере, их правительство. Может, вы тоже нам нанесете такой ущерб, а, господа латыши? Постройте нам заводы, электростанции, дороги, порты. Страданем так страданем. Эй, Евросоюз, вы еще пожалеете, что взяли Прибалта в состав? Лет через 50 такую же хрень против вас будут писать. Дальше. Кличко упал с велосипеда, наехав на бордюр. Не успел мэр Киева Виталий Кличко похвастаться, что ездит на работу на велосипеде, как рухнул со своего модного электрогаджета на глазах у многочисленных киевлян. Редакторы, что, новости закончились? Земля что-то резко поднялась, подумал Виталий. А потом Виталик сказал, да, ну и вон нахрен и пересел на Мерс. А на велике пущает от мэра Лондона сам катается. Нищеброд. Эх, Виталий, повторюсь, в который раз. Был великим спортсменом. А как стал политиком? Ай, дальше. Так, ладно нам это из-за границы. Дома тоже интересные вещи происходят. Российские новости. Пожалуйста. Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева открыла собственный ювелирный бизнес. Как выяснила газета .ру, фирма ООО «Результат», принадлежащая Васильевой, уже активно ищет ювелиров и дизайнеров, способных создать эскизы, делать профессиональный рисунок от руки и с нуля разрабатывать новые украшения. Ой, ну как так-то, а? Какая творческая, талантливая дамочка. Активно ищет дизайнеров. Чем же ей бедной помочь-то? Не знаю даже. Она реально всех троллит. Название-то какой фирмы? Результат. Лучше и не придумаешь. А вы говорите, после тюрьмы люди не могут трудоустроиться. Россия – страна возможностей. Эта тетка реально сделала всех. Что же она такого знает, что ей все сходит с рук? Похоже, ее тайна помощнее вопроса, кто убил Джона Кеннеди. Короче, Васиева, занимайся чем хочешь, нас уже ничем не удивить. Только вот умоляю тебя, больше никогда не пой. И это мой тебе совет. Не то направление выбрала. Продавай лучше батарейки и аккумуляторы с шикарным слоганом «Купи батарейку Васильевой, которая никогда не сядет». Дальше. Сотрудники ГИБДД в скором будущем смогут дистанционно отключать зажигание у преследуемой машины. Такую возможность правоохранителям предоставит система «Эра ГЛОНАСС», оборудование которой с 2017 года становится обязательным для всех новых автомобилей, выпускающихся в обращении на территории стран Таможенного Союза. «Скоро записки от мошенников на всех лобовых автомобилей страны. Кинь пару штук на Киви, и мы включим тебе твою машинку». Отключить они собираются. Ну, если честно, то идея очень даже интересная. Отчасти, может, даже правильная. Но с учетом коррупции и тому подобное, перейду-ка я лучше на карбюратор. Задолбали со своими новыми игрушками. Оставьте вы уже народ в покое. Придумывают во время кризиса всякую хренотей, которую некоторые охотно будут взламывать и брать за это бабло. А веселье начнется тогда, когда будешь ехать в глуши и нечаянно тебя отключат. Дай бог, что просто остановишься. А если заблокируется вся машина? ДТП. К 17-му году, видите ли, они хотят эти чипики внедрить. В одно место себе их внедрите. К 17-му году с такой бессмысленной тратой бюджетных денег мы, дай бог, на самокаты пересядем. Да и тогда придумают какую-нибудь хрень. Исправить только тюрьма. Правительство России согласилось сажать губернаторов и мэров за самопиар. Авторы законопроекта настаивают на необходимости ввести уголовную ответственность за трату бюджетных средств на саморекламу в СМИ. Чиновникам грозит до пяти лет колонии или крупные штрафы. За крупные траты в размере от полутора миллионов до семи с половиной миллионов рублей чиновников предлагается карать либо штрафом от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо двухлетним лишением свободы. За траты более семи с половиной миллионов рублей будут штрафовать на пятьсот тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до пяти лет. И правильно, ибо не хрен пиарится на казенном бабле. Так каждый дурак может. Работа губернатора должна оцениваться по его заслугам, а не самопиаром за счет государства. Только вот я не понял, то есть за один миллион четыреста девяносто девять тысяч можно пиариться, а вот если за полтора ляма, то ни-ни? А, ну да, вы правы. Как же мы будем узнавать об их эпических подвигах на благо народа, если даже полтора ляма нельзя на пиар? Звучит по-идиотски. И плюс, как будто народ снова держит за лохов. Ни копейки! Пусть чай на реальных делах пиарятся. И, кстати, главный вопрос. С кого начнем? Можно я предложу? Давайте с губернатора Ульяновской области, которому у спикер Заксобрания Бакаев и Балакишева разрешили потратить 350 миллионов рублей. Нехилый срок на троих получается. Вот пущай на нарах и песенки поют. Причем на законном основании. О, кстати, а вот губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ежегодно тратит на пиар примерно 500 миллионов рублей. За такие цифры этому так вообще пожизненно грозит. И таких людей в стране вагон и маленькая тележка. Короче, губернаторы, займитесь реальными делами. Глядишь, и народ вас зауважает. Если оно, конечно, вам надо. Ой, ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Дальше. Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский ответил на идею депутатов Верховной Рады Украины съездить на полуостров с инспекцией, предложив им вместо этого посетить перуанскую деревню. Нахуй! Об этом он в пятницу 22 апреля заявил в интервью Lenti.ru. Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова намерен обратиться в ОБСЕ с предложениями совместно с делегатами от Киева посетить Крым для проверки положения дел в сфере СМИ. Эээээ... Послал так послал. Культурненько. Тролль 80-го уровня. Тонкая дипломатия. Как раз самое место для депутатов Верховной Рады. Уверен, Лешко первый туда побежит. С инспекцией, видите ли, они решили приехать в Крым. Проверить свободу слова. У себя бы проверили. Господи, оказывается, и правда есть такая деревня в мире, куда всех посылают. Я проверил. В смысле на карте. Перуанцы хоть сами знают, что их деревня под названием... Короче, не буду произносить это слово. И так ясно. Так вот, они в курсе, что их деревня самая перенаселенная деревня в мире. Там столько народу, по идее, должно быть. Но, уверен, местечко для депутатов Рады найдется. Короче, шутка от Полонского, конечно, зачетная. Даже не придерешься. Потому что есть такая деревня. Но все же вы вице-премьер, министр, черт возьми. Так что будьте аккуратнее. Дальше. Друзья, перед тем, как завершить 43-й выпуск и начать работу над 44-м, хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку. Столько людей откликнулись. Ребятки, дорогие мои, вы самые лучшие. Какому-то хрену с горы, которому с гор виднее, чокнутому ведущему Маунт-Шоу, как выразился один из подписчиков, была оказана мощная поддержка в строительстве танка под названием Маунт-Шоу. Спасибо вам, друзья. Благодаря вам мы собрали чуть более 400 тысяч рублей. И на эти деньги мы купим мощную профессиональную камеру с хорошим объективом. Обязательно сделаю мини-обзор купленной техники. Друзья, осталось приобрести свет, телесуфлер, комп для монтажа и петлички. Поэтому мы продолжаем сборы. Кстати, по многочисленным просьбам наших зрителей мы открыли кошелек PayPal. И еще, остерегайтесь мошенников. Реквизиты выставлены на официальном канале в описании под видео. И вот еще. И на официальной странице Маунт-Шоу ВКонтакте и Фейсбуке. Больше нигде. Пользуясь случаем, хочу вот что сказать некоторым олигархам, которые предлагают нам золотые горы, технику, как на первом канале. И взамен мы должны сделать кое-что для них. Идите к черту. Мне от вас ничего не надо. Так что не тратите свое время и мое тоже, заваливая мою личку сообщениями. Understand? Ну и отлично. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке. Где есть информация о готовящихся выпусках. Ссылка в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...